Кто такая жертва и что такое жертвенность? Жертва всегда это настроение дефицита. Всегда. А жертвенность и, кстати, многие говорят, я ради тебя и ради того, ну то есть вот даже сама такой голос, нытье такое, знаете, ради тебя я то-то делала, ради тебя я это делала, я потом все равно счет выкачу за все, что я делала. Но жертвенность, вот если мы посмотрим примеры великих людей, вы не найдете ни одного великого человека без жертвенности в жизни. Чем он пожертвовал? Он мог пожертвовать карьерой, он мог пожертвовать, там, я не знаю, финансами. В конечном итоге нам предстоит пожертвовать своим эгоизмом. И этот эгоизм, он в разных формах проявлен. И вот где пик нашего эгоизма, вот туда-то гирьки и будут вешать. Понимаете? Я помню, какая ты приехала, такая красивая, ну ты и сейчас красивая, никак не только улучшаешь свои качества и это на внешности отражается. Но тогда ты действительно приехала и как и тебе это было так сложно и всем было понятно. Вот всем до одного, включая меня. То есть не то, что, ну понимаешь, я думала, что ты там, ну как-то обманываешь или ты придуряешься или что такое. У меня не было таких мыслей. Мне было понятно, что все, что ты говоришь, это правда и ты эту правду переживала. Но вот просто перестать смотреть только на себя, перестать смотреть только на человека, перестать жить вот так вот глядя друг на друга, а развернуться и посмотреть в одном направлении, это вообще другая жизнь. Это совсем другая. И поэтому жертвенность это всегда изобилие. То есть это всегда из ощущения, это знаете, это как Королёв, когда он изобретал свои эти ракеты, и у него обнаружили опухоль. По-моему, Королёв или Циолковский. Ну не буду. Так или иначе, это можно историю приводить с любым человеком. У него обнаружили онкологию. И он не то, что был религиозным человеком, нет. Но он просто вышел и в звёздное небо начал кричать. Дорогой Господь, просто мне нужно, и он сказал конкретно срок, сколько ему нужно. Ну условно говоря, он говорит, мне нужно 9 месяцев. Подари мне эти 9 месяцев. Я должен завершить эту работу. Я должен. Я ещё не научил никого. Я не смог ещё передать это. Пожалуйста, подари мне вот это. А потом забирай. Вообще не вопрос. Да? И он эти... Вот это время, которое он попросил, он максимально вкладывал, несмотря на то, что у него здоровье было не очень. Он жертвовал. Но удивительное было то, что прошёл этот срок, а его не забирают, не забирают. И когда он на диагностику, оказалось, что его опухоль инкапсулировалась. То есть капсулу такой снаружи её. И всё, он прожил ещё долгое время. Но вот в этот момент, это как Сталин, когда во времена Великой Отечественной войны у него был гангренозный аппендицит, и его должны были оперировать. Ему сказали наркоз. Он сказал, я не могу. А как раз Сталинградская битва была. И он сказал, режьте так и дайте мне телефон. Я должен буду контролировать, как там, что, потому что мне это важно. И вот знаете, помните Авраам, который собрался приносить жертву своего сына, который им с Сарой дали его в очень преклонном возрасте. И как Господь сказал, не надо. Но вот эта готовность отдать лучшее. Это как у нас даже есть такое пожертвование. Люди думают, пожертвование это, ну что мне не жалко. Вот это пожертвование. И вот тогда человек не может понять, что же такое пожертвование. Потому что пожертвование это, это твое мерило благодарности на самом деле. И жертвенность это всегда целеустремленность, это всегда однонаправленный разум, это всегда ощущение благодарности, и ты всегда делаешь во имя чего-то. А жертва это всегда во имя меня. Я мне моё. Субтитры создавал DimaTorzok